ты со мной хочешь ну давай скажи всем привет привет красота он туда смотри друзья всем привет жука виталий на связи сегодня как обычно кратко и по делу сегодня мы с вами разберем ситуацию по биткоину по альткоинам а кто-то видит то что у нас сейчас начали расти альткоины сильно радуется но на вашем месте я бы сейчас не очень сильно радовался зато есть довольно неплохой момент но с одной стороны плохой момент то что как у нас закрылся bitcoin на недельных таймфреймах с другой стороны а данное закрытие дала нам конкретику теперь у нас есть целых два варианта развития ситуации один из них конечно более вероятный но зато нет какой-то такой неопределенности в общем давайте посмотрим сейчас на графику ситуацию по биткоину разберем соответственно ситуацию по альтам потому что некоторые из них начали стрелять и собственно говоря какой у них дальнейший потенциал движения давайте с вами начнем ситуации с биткоином в прошлом выпуске я вам говорил что у нас вероятен сквиз единственное я думал что он будет внутри локального канала но я вам показывал среднесрочный канал и собственно говоря обозначал тот вариант что вы должны понимать что коррекция у нас может быть вплоть до 7800 соответственно после образовавшегося боковика внутри канала вполне логично было ожидать сквиз сквиз у нас прошел в рамках среднесрочного канала и получил довольно неплохой отскок здесь и вот мне сейчас как раз торговые будильники кстати говоря я не знаю чего вы жалуетесь торговые будильники это очень удобно вот я сейчас даже записываю выпуск вижу что здесь есть предпосылка на выход дальнейший из канал соответственно преломление вот этого уровня и здесь уже формируется довольно неплохая вероятность на то что мы пойдем в уровень 8400 на самом деле для нас это вот довольно важный ключевой уровень 8400 и в принципе сейчас уже формируются предпосылки к его формированию вот у меня пиликнул и я в любой момент могу проснуться посмотреть принять какое-то торговое решение что соответственно здесь стоит ожидать здесь вероятнее всего мы будем с вами ловить консолидацию внутри этого канала и потенциал уже на консолидации так как мы нас уже сквизили вероятнее всего это будет некая консолидация и выход в уровень там восемь за восемь триста восемь триста восемь четыреста пока что вот уровень 8500 про пробитие этого хая пока что рано здесь надо смотреть непосредственно по объему в моменте теперь давайте с вами нажмем на кладочку одна неделя вот так его растянем и наблюдаем здесь следующую ситуацию мы с вами закрылись на поддержке на глобальной поддержке вот в этом уровне что это соответственно может означать здесь уже имеется два конкретных варианта движения но вначале в чем конкретика поглощение этой свечи мы уже с вами очень мало вероятно увидим и сценарий здесь следующий то есть либо у нас будет консолидация продолжаться и постепенно будет выходить в рост актив для чего будет продолжаться эта консолидация почему я считаю что вероятнее всего это наиболее приоритетное направление в глобальной перспективе потому что еще раз неоднократно обращал ваше внимание то что здесь набирались позиции набирались позиции большие но была очень слабость ярко выраженная слабость покупателя и здесь провернули ситуацию потому что вот этот слив это было явно не распределение вот этого всего что было нам-то определенно точно то есть позиции которые здесь были набраны они в определенно остались это Это точно, потому что я отслеживал объемы, я смотрел, какие объемы набирались здесь, я смотрел, какие объемы распределялись здесь. Они просто были несопоставимы. И здесь, в принципе, нам могут с вами показать плюс-минус ситуацию с 6 тысячами. Точно так же, здесь был просто суперявный набор позиций, мегаявный набор позиций, и эти набранные позиции должны были уже отстреливать, но не хватало покупателя. Поэтому пришлось рубить цену и донабирать ликвид здесь, усредняя вот эту позицию за счет этой. Здесь уже появился покупатель, который в итоге смог вытолкнуть актив. Но надо понимать, что позиции, которые в том числе были распределены здесь, это средние между вот этими и вот этими уровнями. То есть это не то, что здесь кто-то только купил, здесь кто-то купил, потом все продал, потом здесь все перекупил, ничего подобного. И здесь набирались позиции, и здесь набирались позиции. И, соответственно, уже с этого среднего, но на ценах, где есть некая ликвидность, нас начали выталкивать. Здесь вариант плюс-минус может быть точно такой же, и формируется он как такой же. То есть, соответственно, здесь набиралась позиция, ну здесь ясное дело, здесь продавалось. Здесь вот, поймите, очень многие говорят, здесь просто продал крупный игрок по рынку. Здесь были крупные продажи, но здесь было не распределение. Распределение у нас с вами идет на росте. То есть у нас, когда есть активный покупатель, да, то есть график идет вверх, и у нас резкими сливами продает крупный игрок. Потом опять актив поднялся до уровня, резким сливом продает, опять поднялся, резким сливом продает. Ну у меня прям тут зверинец. И здесь с большей вероятностью можно рассматривать ту ситуацию, что набранные здесь позиции будут усредняться по этому уровню, вот в уровне этой поддержки. Причем вы должны понимать, видите, здесь 7500 как бы это то, ну, телом свечи. Я вообще рассматриваю 7600, то есть все-таки если стоп, стоп под 7600, но все же. То есть надо понимать, какой уровень канала, и вероятнее всего в этом канале у нас будет какое-то усреднение позиций и постепенный выход вверх. Соответственно, второй вариант, который тоже тут вполне-вполне, но не поддержан ни этими позициями, ни в принципе бычьим рынком. Потому что сейчас рубить вот этот бычий рынок, особенно позиции, которые здесь были набраны, ну, я не вижу большого смысла, учитывая, что здесь есть ликвидность. Здесь реально есть ликвидность, то есть здесь движение подхватывается. Но мы должны с вами и отталкиваться от худшего. Здесь, конечно, все есть варианты уйти в уровень опять 6000 на пробой поддержек вот этого канала. То есть такой сетап здесь тоже присутствует. Но более вероятным, вот уже есть какая-то конкретика, более вероятным в глобальном развитии я здесь все-таки рассматриваю вот такой сетап. То есть усреднение позиций, постепенный выход вверх. Сейчас мы с вами рассмотрим Ethereum и Ripple, но в начале 30 секунд о спонсоре данного выпуска. Друзья, спонсор данного выпуска это Ponceprojekt300eth.com. Инвестируя в подобные проекты, вы должны прекрасно понимать то, что в них можно как хорошо заработать, так и все потерять. Данный проект основан на смарт-контракте Ethereum с полным отказом от владения. А это значит, что создатель не имеет доступа к работе контракта. Проект предлагает от 5% в день. Далее награда растет в зависимости от того, сколько эфира вложено в проект. На данный момент это уже 6% в день. Бюджет делится следующим образом. 95% выплачивается вкладчикам, которые уже инвестировали в проект. И 5% тратится на рекламный бюджет для того, чтобы постоянно рассказывать новым людям об этом проекте. Также есть личное повышение процентов в зависимости от суммы инвестиции. От 5 до 20% в день. В проекте также подключена функция вывода 100% депозита спустя 14 дней после вклада. Принцип проекта заключается в том, что сегодняшние инвесторы получают прибыль за счет завтрашних. Поэтому в обязательном порядке вы должны понимать, что в данных проектах зарабатывают только те, кто инвестировали в них ранее других. И в обязательном порядке вы должны оценить риски данного проекта. Ссылку на проект вы найдете в описании. А мы с вами продолжаем. Начнем с ситуации по реплу. Я тут хотел бы напомнить вам то, что абсолютно неоднократно я вам говорил, что он стоит на довольно хорошей поддержке. И вполне логично ловить с этого всего дела отскок. Отскок получили. Поддержка обалденно вообще отработала. Здесь совсем локально. Жду его в уровень 28. Ну, 28. Дальше надо будет смотреть по продавцу. Вообще, чтобы вы понимали потенциал движения до 32. И вероятнее всего, здесь мы будем ловить вот эти вот, где она, вот это вот, вот эти вот уровни, вот эти уровни, вот эти уровни в поддержке. И вероятнее всего, здесь нас остановят в консолидацию. Причина всего действия в том, что у нас явно тут преобладает поддержки покупателей, нежели сопротивление продавца. А сопротивление у нас объективно слабее. И думаю, что здесь мы будем ловить какую-то консолидацию и получим второй импульс. Второй импульс, ну, пока что выше там 32, 31,5, 32 пока что центов я не готов рассматривать. Но, я говорю, вот пробой вот этих уровней, вот, если мы их будем пробивать, нам даст вообще крутого покупателя. То есть, потенциал движения с 39,5-40, там, 1-42 цента. Это вы должны понимать. То есть, если сейчас будут ломаться эти уровни. То, что сейчас держим глобальную поддержку и то, что преломили довольно знаковый уровень 26,5 центов. И, помимо этого, имеем довольно неплохого покупателя. И, вероятнее всего, будем закрепляться над этим уровнем. Дает нам вероятность все-таки продолжения движения, восходящего. Я думаю, какой-то импульс мы здесь еще получим. То есть, это еще не вечер. Если вы решили войти здесь, технические точки входа здесь, конечно, нет. Вот, точка входа у нас вот на пробое, там, 31, вот здесь вот. На пробое вот этого у нас хорошая техническая точка входа. Но, если вы решили все-таки прямо сейчас заскочить в актив, то все-таки, ну, где-то 26,2-26,3 надо поставить стоп, там, ограничение убытков, будильник. Это будет довольно адекватный уровень, потому что отсюда, как минимум, опять можем сквизануть в поддержку. Поэтому здесь довольно рискованная сделка, но, в принципе, уровни, на которые можно, там, посадить стопы, есть. Что касается ситуации по эфириуму. Совсем локальный восходящий тренд эфириум поломал. Пока что предпосылок у него выходить выше нет. То, все-таки, я рассчитывал, что у нас отсюда будет продолжать свое восходящее движение. Но у нас дал под трендовое движение и показал, типа, подтверждение. Здесь надо обратить внимание, что это абсолютно не значит, что дальше будет движение вниз. Потому что это не глобальные таймфреймы. И нужно учитывать то, что, в принципе, сформирована поддержка. У нас довольно неплохой тут тоже находится покупатель. И ниже вот этих вот ключевых уровней, в принципе, там, даже не 160, 165. Ниже 165 его особо не пускают. Поэтому, вероятно всего, мы какое-то время здесь поболтаемся. Получим некий сквиз. Не думаю, что это будет что-то серьезное. Может, вот так и быстро его выкупят. И дальше мы все равно будем с вами идти в зону, там, 200-202 доллара. Здесь глубокую коррекцию я и исключаю. Ну, просто потому, что вот этот даже сформировавшийся среднесрочный уровень, он поддерживается глобальными уровнями. Вот, обратите внимание, мы встали на среднесроке. Здесь у нас, здесь, здесь, здесь. То есть, мы все время этот уровень тестили. И, на самом деле, этот уровень не стоит рассматривать исключительно как уровень среднесрочный. Это все-таки более такой глобальный уровень, более мощный уровень. И от него есть смысл ловить коррекцию. В принципе, хочу отметить то, что у нас с вами эфирин довольно неплохо держится. И сейчас вообще можно его поторговать там внутри дня. Половить отскоки, то есть, у него сейчас потенциал 182-186. Ну, соответственно, вот на отскоки можно будет где-то перезайти. На 179 начать распределяться. Вот такие кучи коротких трейдов. Здесь, в принципе, можно сделать. Что касается Stellar Luminum, мы с вами точно так же стоим. Пока внутри канала, да, есть предпосылочки на его пробой. Но пока мы его не пробили, нет смысла его рассматривать. То есть, напоминаю, 6,5-7 центов – это уровень, от которого с ним уже будет там приятно работать. То есть, например, если Ripple эти уровни уже свои прошел, то Stellar пока что еще не торопится. Соображения по рынку следующие. Лайк, подписка, комментарий. До следующего выпуска, друзья. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин